Ежегодно 6 июня в России и за рубежом отмечается День русского языка. Этот праздник учредил Департамент Организации Объединенных Наций по общественным связям. По данным ООН, великим и могучим владеют около 250 миллионов жителей планеты. Как известно, эта дата была выбрана не просто так. Именно 6 июня родился Александр Сергеевич Пушкин, которого считают основоположником современного русского литературного языка. Этот день невероятно важен для русского языка. Именно 6 июня родился Александр Сергеевич Пушкин, которому и ставят в заслугу появление современного русского языка, коим мы пользуемся и в данный момент. Но все же, как же литературный гений сумел создать целый язык? За ответом на этот вопрос мы обратились к специалистам. Пушкин именно научился таким простым языком говорить. Это даже более важно для современного читателя. Вот современный читатель начинает понимать русский язык со времени Пушкина. И вообще, конечно, он шел к упрощению. Он шел к упрощению высокого слога, которым прекрасно умел пользоваться. Но вот в тех художественных произведениях, которые стали очень распространенными для современного носителя, многие из них действительно очень упрощены и способны быть понимаемы современному человеку. И, кстати, Пушкин даже более чем ремен, понимаем, мне кажется. Пушкин навсегда стер в русском литературном языке условные границы между классическими тремя стилями. В его языке впервые пришли в равновесие основные стихии русской речи. Разрушив эту устарелую стилистическую систему, Пушкин создал и установил многообразие стилей в пределах единого национального литературного языка. Благодаря этому каждый, пишущий на русском литературном языке, получил возможность развивать и бесконечно варьировать свой индивидуальный творческий стиль, оставаясь в пределах единой литературной нормы. Как говорится, все гениальное просто. Поэтому объяснять, почему именно 6 июня, в день его рождения, было решено сделать деньги русского языка, нет никакой необходимости. Просто потому, что Пушкин — это наше все. Однако многие ли могут похвастаться не только любовью к самому поэту, но и знаниями его произведений? Мы решили провести шуточный опрос среди жителей Твери и узнать, смогут ли они продекламировать любое пушкинское стихотворение. Полностью нет, конечно. Но хотя бы немножечко. Я помню чудное мгновение, передо мной велась ты, Как мимолетное видение, как гени чистой красоты. Мороз и солнце, день чудесный, Еще тут дремлешь, друг прелестный, Пора, красавица, проснись, Открой сомкнутый негой взоры, Навстречу северной авроры, звездой севера явись. Скажи-ка, дядя ведь не даром. Это Лермонтов. Да. У лукоморья дуб зеленый, Золотая цепь над дубю том, И днем, и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом. Дальше я не помню. Я помню чудное мгновение, Передо мной явилась ты. Все. Я помню чудное мгновение, Передо мной явилась ты. Дальше я не помню. Нет, что-то все сразу из головы вылетело, Как вы спросили. Как показал опрос, Ни один из респондентов не смог полностью вспомнить Даже самое известное стихотворение Пушкина, Которое, казалось бы, все должны вспомнить со школьной скамьи. Причиной тому могут быть как пробелы в образовательной программе, Так и простое пренебрежение русской классикой. Однако в таком деле Наиболее важную роль играет личное желание Приобщиться к прекрасному. И, если оно есть, То на пути к его освоению не будет преград. Именно так рассудили студенты Тверского государственного университета. В этот знаменательный день они решили почтить память Пушкина Чтением его стихов. Любовь, чел и мощь. Ведущая моя юга стране совсем. Не пой, красавица, при мне, Ты песен Грузии печаль. Напоминает мне о ней Трупую жизнь и перед дальней. Те дни, когда мне были новые, Все впечатления бытия, И взоры дев, И шум дубровы, И ночью пение золовья. Ну а мы, в свою очередь, Просто не смогли остаться в стороне И тоже решили присоединиться К студенческому флешмобу. Люблю тебя, Петра Творенья, Люблю твой строгий, стройный вид, Невыдержавное течение, Береговой ее гранит. Каждый раз, вспоминая эти чеканные строки, Трудно сдержать восторг. И не только из-за гениальности И высокой художественности этих стихов, Но и от гордости, Что каждый из нас ежедневно, ежеминутно Имеет такую счастливую возможность Говорить на русском языке, Который подарил нам сам Александр Сергеевич Пушкин. Да, многие в настоящее время, Как показывает практика, Не вспомнят полностью и стиха. Однако главное детище Пушкина, Язык, используется регулярно.